112 лет со дня рождения великого борца за коммунистические идеалы, великого революционера Павла Ткаченко. К сожалению, он был расстрелян в очень молодом возрасте, ему было всего 25 лет. Он был расстрелян румынскими фашистами, очень подло и без предупреждения. Сегодняшнее поколение комсомольцев очень схоже с теми молодыми борцами за справедливость тех времен. Они также подвергаются репрессиям, их также преследует незаконная власть. Сегодня молдавский комсомол является будущим нашей страны. На протяжении этой недели на данном месте был организован полномасштабный субботник, было вывезено более 3,5 тонн мусора, была восстановлена мемориальная плита и портрет Павла Ткаченко. Особую благодарность хочу выразить всем тем комсомольцам, которые принимали участие в этом мероприятии. Именно благодаря им сегодня мы можем лицезреть все то, что нас здесь окружает. Я буду далеко не первым, кто скажет, что история, исторические события повторяются на протяжении десятков и сотен лет по спирали. Не стала исключением биография видного деятеля коммунистического подполья Бессарабии Павла Ткаченко. Вернее, та текущая действительность и политические события, при которых жил и работал этот человек, и та общественная обстановка, в которой живем мы с вами сегодня. Павел Ткаченко, этот молодой герой, был преступно расстрелян румынскими жандармами только за то, что стремился сделать жизнь простых жителей Молдовы лучше и светлее. Он был расстрелян, повторюсь, преступно, потому что румынские палачи спрятали его тело, боясь, что люди, лично знавшие Ткаченко, знавшие о его революционной борьбе, о его благородных помыслах, попросту не простили бы им такого злодеяния. Сегодня мы живем в такое время, когда нынешняя власть не менее преступно запрещает коммунистическую символику, не менее преступно закрывает единственный оппозиционный телеканал. Заваливает активистов партии коммунистов и комсомола Молдовы нелепыми и бессмысленными повестками прокуратуры различных районов, полицейские участки и так далее. Возникает естественный вопрос, что будет дальше, если нынешняя власть продолжит управлять Молдовой. Может быть они в своей бессильной злобе, так же, как это сделали румынские палачи, дойдут до того, до чего дошла расстрельная группа здесь в сентябре 1926 года на станции Вестерничены. Не исключено, зная их трусливую и подлую личину. Памятник Павлу Ткаченко был осквернен, замазан цементом в начале 90-х годов. Да, для того, чтобы осквернить памятник, замазать надписи цементом, сбить барельефы, много ума не надо. Но осквернить память народную, осквернить честь, совесть и в конце концов человеческое достоинство невозможно. Я жил здесь неподалеку, возле этого памятника и помню, как он выглядел в начале 90-х годов. Здесь была чистота, порядок, территория так или иначе убиралась вокруг этого памятника. Недавно на активе комсомольцев и коммунистов Рыжкановки мы с товарищами решили посетить этот памятник и посмотреть, в каком состоянии он находится. Я признаюсь, неприятно был удивлен и поражен тем, что мы увидели. Хочется выразить благодарность всем тем, кто вместе с нами, молодым комсомольцам, коммунистам, приняли участие в восстановлении этого монумента. Хотелось бы выразить особую благодарность Центральному комитету комсомола, руководству партии коммунистов за всестороннее содействие и поддержку восстановлений этого памятника. Благодарю за внимание. Конечно, сложно что-то говорить, осознавая тот факт, что именно здесь, на этом месте, в сентябре 1926 года представители румынской сигуранцы расстреляли Павла Ткаченко. Расстреляли, как известно, после долгих изуверских пыток. Расстреляли, так и не добившись от него показаний на своих товарищей. Расстреляли, потому что боялись. Боялись его мужества, его бесстрашия, его принципиальности. Боялись его веры в победу. В победу над румынскими оккупантами. В победу власти Советов. Ему, как известно, было всего 25. Чем не пример для нынешней современной молдавской молодежи? Чем не пример для всех тех, кто сегодня сталкивается с теми же, по сути, беззакониями, что и тогда, во времена румынской оккупации, в межвоенный период? Да, мы знаем, что в сегодняшних современных молдавских учебниках по истории, по истории румын, о Павле Ткаченко не написано ни слова. Да, мы знаем и почему. Потому что нынешние румынские оккупанты боятся его не меньше, чем их предшественники. Боятся, что он может по праву стать героем и сегодняшнего дня. Но, несмотря на все их потуги, потуги по фальсификации истории, дело Павла Ткаченко живет. Живет в наших сердцах, живет в нашей деятельности, живет в нашей ежедневной борьбе. И, конечно, спасибо молдавскому комсомолу за то, что они нашли это место, за то, что они отреставрировали этот памятник. Потому что мы все с вами, думаю, понимаем одну простую истину, что ответ на вопрос, станет ли примером Павла Ткаченко для наших сверстников, сегодня зависит только от нас. Спасибо. 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 И чая, чая софакутку, 650 дни урма, лупта пентру либертатия честой памынт, лупта пентру либертатия Молдови, виктория, виктория, виктория! Ну конечно вы молодцы, что восстановили то, что могли сделать по герою Каченко, по памятнику. Я думаю, что молодцы и спасибо вам большое за ваш энтузиазм. Я думаю, что летопись истории нашей Молдовы, еще не все страницы прочитаны, не все перевернуты, еще много чего нам предстоит с вами найти, раскрыть и показать. Я работал в Бандерах, в горкоме партии, и дворец культуры Бандерский называется и сегодня имени Павла Ткаченко. И напротив дворца культуры, там идет такой сквер, такая аллея там, вот, и стоит монумент Павла Ткаченко. Потом настали эти черные времена, начиная с 90-х годов, когда и в Дрокевском районе село имени Борис Главана переименовали, и музей разрушили, закрыли. Здесь у нас поиздевались над музеем газеты «Искры», где сейчас расположена редакция газеты «Коммунисты». То есть, вот так растаптывая историю, они хотели войти в историю, они хотели стереть память о прошлом, о историческом прошлом. Они думали, что можно переписать историю так, как им хочется. И мы будем беспамятные, и мы будем без ума, и будем начинать с нуля, и ни о чем не будем в нашем родстве, наших связь поколений, наших всех, тех, что нас объединяет, все нити тех людей, которые боролись за прогресс, за процветание, за развитие, за человеческие отношения. И сейчас продолжают. В Пятницу нам в парламенте предложили встать за какого-то румына, который был преседентелем Сфатулу Церии. И мы должны были встать и помянуть его. И даже Дяку, при том, кто из Дяку, и то обратил внимание на то, что они нам предлагали, эти либералы, предлагали встать в день его рождения, а не в день, когда он ушел из жизни. Такое никто обычно не делает. Память есть память. Памятует о том человеке, который ушел из жизни, когда он ушел из жизни. Поэтому нам придется еще много страниц. И надо действительно комсомолу... Вы, ребята, не просто активные и боевые, и смелые, но вы еще и грамотные, и очень хорошо подготовленные. Поэтому листайте страницы истории, посмотрите, что у нас есть на нашей земле, что происходило, какие события, какие действия, кто в них участвовал, во имя каких целей это все происходило, какие задачи ставились. Ну, просто удивительно. Смотрите. В такие трудные времена, в такие трудные времена и рождаются выдающиеся личности. Это годы гражданской войны, это годы, когда на том берегу Днестра уже строилось социалистическое общество Молдавско-автономной Советско-социалистической республики, образованной в 1924 году. А его в 1925 году, да? В 1926 году. В 1926 году расстреляли румыны. Боязнь опять-таки, та боязнь, как они говорят, и прозвала до сих пор о советской или коммунистической заразе, как они говорят, чтобы они не расползались. Я вместе с вами задумываюсь над тем, что происходит сегодня в Молдове. Я думаю, что мы и в оценках одинаково с вами, даже без натяжек, даже без идеологизации, даже без того, чтобы мы насиловали кого-то из нас, из себя, или кого-то вокруг себя, как-то морально-психологически, происходит насилие над обществом. Навязывается одна лишь линия, одна лишь политика, одна лишь цель, которую они сами не могут сформулировать и назвать. Какая же это цель? Ну, кроме того, что они разрушили всю базу, не только политидеологическую, не только государственную, но они разрушили социально-экономический базис советской социалистической Молдавии. Что они еще могут делать? Что? Вот мы с вами свидетели четыре года. Четыре года. Вот после 7 апреля 2009 года, после этого их государственного переворота, четыре года, в чем, в каком вопросе, при самой предвзятости нашей, то есть непредвзятости, извините, при самом непредвзятом взгляде, что, в чем они решили, какую проблему они решили? Кроме того, что распределили те источники дохода, которые они питаются, которые они обогащаются, которые они воруют. И сделали Молдову посмешище на всю Европу. На всю Европу. Мы выравнивались по многим показателям с ведущими странами мира в конце 2009-2008 года. Они сейчас опять откатили нас назад в развитие нашей Молдовы. Да поговорите с любым человеком, спросите его. Я вот сейчас, буквально перед тем, как прийти сюда, вышел с кафедрального собора. И уже когда я выходил, спускался по ступенькам, и мужчина, и женщина, ну, люди обгоняли меня, и это самое... И женщина говорит, дом на Воронину, пеницына по лакон дочери, дом на Воронину, с фией желези Молдова. Ну, меня уговаривать с фией желези Молдова, по-моему, не надо. Но вот люди даже с кафедрального собора выходили вслед за мной, чтобы сказать какие-то слова поддержки, и чтобы вы вернулись как можно быстрее во власть. Потому что она ничто не может. И я вчера был в Камрате, на встрече с партийным активом Камрата, и то же самое выступали и говорили, что уже низы, низы никто не может терпеть то, что происходит. Не могут терпеть то, что происходит. Нам с вами надо эти славные герои, славные страницы в нашем героическом прошлом, и больше в газетах, и больше на наших сайтах, и больше теми источниками, особенно личными источниками, что мы разговариваем с молодежью, надо как можно больше и шире популяризировать, пропагандировать, агитировать. Потому что они очень наглядно работают, очень наглядно доказывают преимущество социалистической системы, преимущество того общества, которое мы с вами строили, которое эти мерзавцы, во главе со многими перестройщиками, не будем их сегодня вспоминать, нам повернули, хотят повернуть, или повернули историю даже вспять. Не дадим этому произойти. И, конечно, будущее, это не просто теоретически, но и практически принадлежит вам молодежь. Это дядя Рейд. Сейчас пусть все пройдут, потом подойдем, почитаем. И дядя Рейд. Продолжение следует...